Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Самое важное к этой минуте. Готовность 85%. В Нальчике обсудили подготовку предприятий ЖКХ к зиме. На пути к новым вершинам. Я мечтаю быть участницей в Олимпийских играх. Какие победы ждут учеников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в новом учебном году. В нашем стадионе присутствует столько людей. И они увидели такой бескомпромиссный, боевой, настоящий футбол. Определен обладатель Кубка Кабардино-Балкарии по футболу. Территориальные избирательные комиссии республики готовятся к единому дню голосования. Юрий Коков провел встречу с руководством избиркома и председателями территориальных избирательных комиссий республики. Предстоящие выборы в законодательный орган Кабардино-Балкарии, подчеркнул Коков, обращаясь к собравшимся, важное и ответственное общественно-политическое событие. Поэтому необходимо, чтобы процедура голосования прошла юридически прозрачно, открыто, в условиях неукоснительного соблюдения избирательных прав граждан. Особое внимание следует уделить людям с ограниченными возможностями здоровья. К этой категории избирателей Юрий Коков предложил подойти неформально, предельно корректно, создать все условия для реализации их волеизъявления. Единый день голосования должен пройти, отметил Коков, организованно и достойно. Качество медицинских услуг, оказываемых населению в селе Ново-Ивановском и Хуторе-Сарске, выйдет на более высокий уровень. В населенных пунктах строится амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт. С подробностями Осман Казаков. Торговый центр в Ново-Ивановском. Как ни странно, но сюда приходят не только за покупками, но и медицинской помощью. Местная амбулатория уже долгие годы располагается на втором этаже, на правах аренды. Пациентам, особенно преклонного возраста, тяжело подниматься по лестнице. Находясь в амбулаторное здание рядом со стационаром, будет значительно облегчать работу и медиков, и обращающихся за медицинской помощью пациентов. К строительству новой амбулатории приступили в начале августа. Здание как раз и возводят на территории участковой больницы. Здесь разместятся процедурные, прививочные, акушерские и физиотерапевтические кабинеты. Помимо жителей Ново-Ивановского, медики будут обслуживать еще пять прилегающих к селению Хуторов. Первичное звено здравоохранения улучшится и в Сарском. Действующий сейчас фельдшерско-акушерский пункт расположен в сельском доме культуры. Там внутри, конечно, это полная разруха. Это и крыша валится, и стены. Ремонт сделать там невозможно. Когда мы запустим в работу этот ФАП, снимется масса проблем. Там очень много деток, которые будут ходить на прием уже, на новое здание. Много, конечно, пожилых людей, которые также нуждаются в медицинской помощи, в хорошем обслуживании. Открыть новый фельдшерско-акушерский пункт в Сарском планируют уже в октябре. До конца года обещают завершить строительство амбулатории в Ново-Ивановском. Оба медучреждения сносят современным оборудованием. Осман Казаков, Эдуард Ногмов, Вести, Кабардино-Балкария. К зиме Кабардино-Балкария готова на 85%. Об этом заявили на заседании Республиканской комиссии по подготовке предприятий и организаций к работе в предстоящий осенне-зимний период. В первую очередь, внимание уделили социальным объектам и многоквартирным домам. Большая часть котельных Нальчика отремонтирована. На заседании отметили и достаточно высокий уровень готовности объектов коммунального хозяйства в других муниципалитетах, к примеру, в Урванском и Прохладненском районах. Отстающим от графика поручено устранить недостатки в кратчайшие сроки. На совещании также озвучили результаты ревизии лифтового хозяйства. По республике свыше 550 лифтов, на сегодня 188 из них новые. Это нам создает трудности и нарекания. Это иметь срок уже дальше отодвигать нельзя. Срок прошел, у нас есть возможность включить на 15-й год программу по фонду, прочее, искать другие какие-то источники. Но лифты мы должны все отремонтировать. Второе заседание председатель комиссии подчеркнул, что 1 октября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии сегодня приступили к работе после летних каникул. На первое заседание собрались члены президиума. Народные избранники рассмотрели свыше двух десятков вопросов. В первую очередь одобрены изменения в республиканский бюджет этого года и на плановый период 15-16 годов. Поправки связаны с поступлением средств из федеральной казны. Сегодня же депутаты поддержали инициативы коллег из ЗАГС собраний других регионов. Предложения в основном связаны с решением актуальных проблем в экономике и социальной сфере. Парламентарии также ознакомились с информацией профильного комитета о выполнении мероприятий по реализации госполитики в сфере защиты детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. На первое после летних каникул пленарное заседание депутаты соберутся ровно через неделю. К другим темам. За минувшие 7 дней в перинатальном центре Кабардино-Балкарии на свет появились 160 малышей и только этой ночью 23. Об этом сегодня сообщили в Минздраве КБР. В целом с начала 2014 года в этом лечебном учреждении родились 5000 малышей, что значительно выше, чем в прошлом году. Врачи говорят, у большинства роженец это второй либо третий ребенок. Соотношение мальчиков и девочек практически одинаково. Рождаемость увеличивается. Увеличивается и количество двойняшек. За этот год у нас даже родилось двое-тройняшек. Детки здоровы абсолютно. Поэтому это на самом деле радует. Это позитивные сдвиги. И улучшается не только социально-экономическое положение республики, но и медицинская помощь жителям нашей республики. В августе в центре провели поэтапную дезинфекцию. Все врачи прошли аттестацию. Сейчас свои знания подтверждает средний и младший медперсонал. Два раза в месяц специалисты перинатального центра выезжают в районные больницы для консультирования. Кроме того, внедряется система онлайн-общения с коллегами, чтобы в критических случаях врачи на местах тут же могли связаться со специалистами в Нальчике. С сентября сокращен срок урегулирования страховых случаев для автовладельцев. В силу вступил очередной блок поправок в федеральный закон Аббасага, сообщает российская газета. Отныне страховая компания в течение 20 дней обязана возместить ущерб хозяину машины, либо дать в мотивированный отказ. В случае просрочки она обязана будет выплатить неустойку, так же, как и за отказ потерпевшему без объяснения причин. Кроме того, по новым правилам у водителя появился выбор получить выплату деньгами или же направить транспортное средство на ремонт. В свою очередь, страховщики обязаны размещать на своих сайтах список организаций, с которыми у них заключены договоры в рамках ОСАГО. Продолжаем. Новый учебный год начался. К занятиям приступили и в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе Минспорта КБР. Здесь занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, школа открылась в марте этого года. О том, какие задачи сегодня ставят перед собой воспитанники, в материале Карина Аванысовой. Травму позвоночника Катя Семененко получила в ДТП. У пятилетней девочки отказали ноги, а жизнь превратилась в постоянную борьбу с недугом. Сейчас ей 12, и отчаянию нет места в доме, говорит мама Кати Светлана. Надежду на выздоровление дают врачи, а занятия в спортшколе – дополнительный стимул. Знаете, в характер, слава богу, мы и так сильные, крепкие духом, как говорится. И мы не собираемся сдаваться. Ребенок стал более активный в связи с занятиями стрельбой из лука. У меня появилось общение, ну, друзья. Я мечтаю быть участницей в Олимпийских играх. Я хочу занять там первое место по стрельбе из лука. Азамату Жукову 15. Его жизнь – история преодоления тяжелых последствий, перенесенные в детстве в вирусной нейроинфекции. В адаптивной школе он занимается с первого дня. Педагоги научили его выполнять нормативы, верить в себя и улыбаться. Адаптивная школа, хочу сказать, что приносит большую пользу таким детям, так как они сами были предоставлены себе, а теперь они с удовольствием сюда ходят и занимаются, и тренируются. Смотрите, сколько эмоций у них, сколько позитива у них. В пределах нашей республики это, можно сказать, что первая искорка или первое начало. Сегодня в адаптивной школе занимается около ста детей. Работает шесть секций. В их числе мини-футбол, стрельба из лука, легкая атлетика. Тренировки проходят не только в Нальчике, но и в районах. За полгода в копилки наград призовые места на всероссийских и республиканских соревнованиях. Для меня цель нашей школы спортивно-адаптивной – это не готовить паралимпийских чемпионов, а вот привлекать к занятиям, а их большинство, их 90% детей, вот такие, которые могут прийти на стадион, найти новых друзей, заниматься у профессиональных тренеров и почувствовать другую жизнь. Занятия проходят три раза в неделю. Активно практикуется инклюзивное образование. Дети с ограниченными возможностями тренируются со здоровыми спортсменами. На днях воспитанники школы вернулись с учебно-тренировочного сбора из Прельбруссия. Впереди новые турниры, на которых они смогут показать свои способности. Карина Аванесова, Эдуард Ногмов, Вести Кабардино-Балкария. Далее о спорте. Команда «Кенжи» – обладатель Кубка Кабардино-Балкарии по футболу. Ей противостояли кахунские спортсмены. Финал республиканских состязаний прошел на стадионе «Спартак». Зрители стали свидетелями отчаянной борьбы за победу. На пути к лидерству «Кенжинца» обошли рассветы из Каменомосского «Союз Гидрогес» и «Карагачский Велес». В полуфинале победителям противостоял «Нальчикский Спартак-2». Решающий матч начался с обоюдных атак. В первой 45-минутке кахунцы действовали более активно, они создали несколько опасных моментов, но до мяча в ворота соперника дело не дошло. Во втором тайме урванцы пригрозили голым соседям по турнирной таблице, однако тем помогла штанга, отбившая мяч. Затем активизировались «Кенжинцы» и на 50-й минуте нападающий Алим Хабилов замыкает головой на весной пас 1-0 в пользу «Кенжи». Следом кахунцы вновь усилили натиск и заработали пенальти. Беслан Шачев безукоризненно выполняет удар и уравнивает счет 1-1. Но «Кенжи» команда целеустремленная. Через несколько минут нападающий «Смел» Татаров мощным ударом направляет мяч в ворота футболистов «Кахуна-2-1». Последующие атаки урванской команды счет уже не изменили, и клуб «Кенжи» стал обладателем почетного трофея. Вручил кубок президент Федерации Футбола Республики Хасин Болов. Команды долго шли к этому, целых 6 месяцев. Радует то, что сегодня на нашем стадионе присутствовало столько людей. И они увидели такой бескоропромиссный, боевой настоящий футбол. Теперь «Кенжи» примет участие в зональном турнире Кубка России среди любительских команд. Встреча пройдет в Азове в начале октября. Впереди прогноз синоптиков центра ФОБОС на завтра. Я напомню о том, что все выпуски нашей программы можно найти в интернете. Адреса это вести.кбр.ру. Мы увидимся с вами в 19 часов 35 минут. Добро пожаловать в санаторий «Синдика». Современное оборудование и эффективное лечение. Все виды бальнеологических процедур. Целебные грязи озера Тамбукан. Великолепный бассейн. Все это для вас. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Санаторий «Синдика». Улица Пирогова, 8. Улица Пирогова, 9. Улица Пирогова, 9.